ЮНИТИ 3Д СТАДИРУ Научитесь создавать игры Здравствуйте, с вами команда 4GameFree И я представитель этой команды В плане создания татуариалов Погимейкер 8.1 стандарт Ну, допустим, там, Lite Вы знаете, то, что мой обычный формат Видео, это просто создание татуариалов Исключая третье видео Если не ошибаюсь по номеру Где я просто быстренько показал, как сделать платформер По готовой игре Дело в том, что я болел Ну, как, у меня пропал голос То есть он был хриплый, осиплый Я не снимал долго эти татуариалы И вообще не сидел перед компьютером Так что даже подготовиться Времени у меня было мало Поэтому я взял свой предыдущий проект Где был свой код сохранения Потому что я его сейчас уже вручную не восстановлю И поэтому, когда я буду загружать свой скрипт Из Import Scripts Вы не удивляетесь Я все буду объяснять, как это все работает Вот А пока что давайте приступим Исключение этого урока в том То, что мы не будем сейчас заостряться Ни на дизайне Ни на каких... Ну, в принципе, как обычно, да? Но я быстренько вам покажу, как сделать редактор И как загружать и сохранять карты То есть мы делаем внешний редактор По такому же принципу и даже проще Можно его встроить даже в игру Я не буду объяснять, как это делать Но все же я вам покажу саму основу С помощью которой вы сможете Сделать свой редактор Сразу говорю, редактор примитивен С какой-то стороны и с какой-то стороны нет Есть более простые алгоритмы Создания этих редакторов Коих, на самом деле, в интернете Не так уж и много, правда Но все равно Ну что ж, давайте приступим Давайте сделаем Что у нас там будет расставляться стенки Пожалуй, я его отцентрирую Если что, уберу потом Ну и, допустим, спрайт-плеер Хотя он все равно у нас передвигаться не будет Но все-таки для основы Сделаем Тоже отцентрируем Его И все, на этом хватит Ну и теперь Давайте сделаем основу нашего редактора Я обычно называю эти Основу объектом-контроллером Object-контроллер То есть с помощью него В принципе Будет выполняться Вся основная работа нашего Редактора И, скорее всего, даже Единственное Это всякое Весь командный блок Кодов Команд Все будет здесь Тоже, давайте добавим Шаг При создании Сначала Какие-нибудь изначальные Переменные Даже не, знаете Изначальных переменных Даже не будет Потому что я Сначала сделаю Объект Конечно же Вол И назначу ему Спрайт Который я создал заранее И надо еще сделать Скорее всего Объект Плеер Понятное дело И тоже назначить Назначить ему Такой же Плеуер Блин Плеуер Назначить ему Такой же Имя Как и спрайт Что же Давайте Я Все сделаю Все У нас все готово Я даже сохраню А то потом все удается Запалили мою Видрушечку Туториал Так Ну и теперь Давайте сделаем так Чтобы создавались Объекты Которые выравниваются По сетке Поэтому мы здесь У них Create Запишем Move Snap Ну 32 на 32 Скопируем Здесь И вставим То же самое Сюда Сначала Все таки Для проверки Я сделаю Такую вещь Ну Left Точнее Global Global Mouse Global Mouse Left Button То есть Это при нажатии Нашей левой кнопки мыши Ну допустим Instance Create И Mouse X Mouse Y Ну то есть По координатам Нашей мышки О Wall Точнее Я назвал его Object Wall Вот Ну и давайте проверим Работает ли Все Ох нет Я забыл поставить Комнату Как я мог забыть Спалю видео Ну как вы видите Все ок Все норм Все работает А теперь Давайте сделаем так Чтобы у нас В объекте Вот сделали Create Поставили Execute A piece of code И здесь будем писать Допустим У нас будет такой Variable Ну то есть Значение Tube Ну или там Object Tube Запомните То что все должно Быть писаться Все вот Эта перемена Теперь должна Быть всегда Писаться Вот именно Так как она Пишется То есть Если вы с маленькой Букой Будет писаться То это будет Уже неправильная Перемена Object Tube Ну и допустим Он равен нулю И я вот себе В комментариях Напишу 0 это Wall То есть Будет создавать Стена Единичка Это Player Ну и так далее 1 2 3 И уже ваши Другие объекты Которые вы можете Расставлять То есть Это не Tube Точнее Привычка С детства Так Object Type У нас 0 И теперь Ну Проверим Чтобы у нас Все работало Теперь мы будем Проверять Чему у нас Равно То есть Я сейчас Даже вам покажу Вот такую Системку Switch Switch Object Type Спешим И тут у нас Кавычки Открываются Case 0 Вот так вот А теперь я объясню Что это такое Switch Это замена Громоздким надписям If Then If Then Else Дело в том То что если мы будем Писать каждый раз If Then У нас получится Достаточно громоздкий код И в принципе Даже такой способ Более быстрый Ну хотя у него вроде бы Тоже есть свои изъяны То есть если Switch Это мы выбираем Какую перемену Мы будем изменять И когда его значение Равно нулю Происходит такое-то действие После двоеточия До Вот Написи Break То есть в принципе После этой точки запятой Вы можете писать Еще какую-то команду Потом снова поставить Точку запятой И уже Break С точкой запятой Вот И то есть при нуле У нас создается Конечно же Wall То есть стеночка При единичке У нас будет Object Player Ну и теперь давайте Поменяем Чтобы у нас менялось Все Чтобы у нас На единичку Мы нажимаем На клавиатуре У нас будет Player То есть Type Равен нулю Я сейчас не буду Все это писать Просто в один Кот Я его сделаю На двоечку У нас уже Равен единичке Давайте проверим Работает ли это Все Ничего Или там Я не накосячил Все вроде бы Должно работать Вот у нас Сейчас Равно нулю Мы делаем Вот такой объект Нажимаем на двоечку Все правильно У нас все работает Единственная правда То что они Друг друга перекрывают Здесь стопудово тут происходит Миллионное количество Объектов И начнутся тормоза Поэтому давайте Мы все таки сделаем Такую фигню Как Object Object Контроллер Контроллер Нет я лучше назову Попрозже Object Editable Вот так я его назову Это будет parent То есть родители Всех вот этих вот наших Объектов Которые будут в редакторе И теперь В Object Editable Прописываем Когда он сталкивается С другим Object Editable Он удаляется В принципе у нас Сейчас наверное Будет такая Вещь Относительно Неприятная Сейчас мы проверим Да как вы видите Происходит Такое бесконечное Исчезновение Поэтому в Object Контроллере Вместо Global Left Mouse Я лучше поставлю Left Mouse Pressed То есть теперь Только когда у нас Она нажимается То есть мы не сможем Может так рисовать Но все же у нас Получается Относительно Так удобный Дак Нажимаем на двоечку Расставляем Игрок И вот в принципе Все Наша карта готова Так же То есть редактор Карты Самый простенький Готов Но самой функции Сохранения И загрузки Пока нет То есть в принципе Такими темпами Вы можете сделать И для редактора Объемных игр Трехмерных И для платформеров Вообще для любой игры То есть принцип Я думаю вам понятен Теперь давайте-ка Сделаем сохранение И загрузку Я буду использовать Скрипт Ну про который я говорил В начале урока Ну допустим Save Script Чтобы все у нас Сохранялось Назову его Save И формат Допустим у нас будет Там я не знаю Tutorial T Level Editor То есть Тле Смотрите чтобы формат Не совпадал С каким-нибудь Виндовозским форматом Мало ли что там Случится Ну и вот здесь у нас Переменные GlobalBarF FNameS Причем GlobalBar То есть теперь вы Никогда не сможете Использовать переменные F FNameS Вообще ни в каком Варианте В играх Ну пока не выполнится Конечно же этот код Но всегда я его держу На глобале Так оно надо FName То есть сейчас Файла его имя У нас никакое FName равняется GetSaveFile Ну и здесь мы пропишем Tlemaps И обязательно здесь Прописываем тот формат Через вот Ну вот вы видите Этот скрипт Я обязательно его Скину в комментарии К видео Именно в комментарии А не в сноску Информации о видео Я в комментарии Закинул Что писать И вот именно Вот этот код Я вам отдельно пропишу Потому что Вы можете не разглядеть И здесь мы видите Прописываем Тле То есть через звездочку Мы здесь прописываем Тот формат Который у нас должен быть И здесь тоже я пропишу Тле Ну это такой вот формат И здесь тле То есть везде где у меня здесь написано Мы прописываем вот такой формат То есть смотрите FName равняется getSafe FileName Здесь мы в скобочках указываем Что будет у нас там высвечиваться Какой формат он ищет То есть здесь мы пишем Что будет писаться Ну допустим здесь будет Разъяснение что это за формат такой Tutorial Level Editor А потом вот такая вот палочка прямая Звездочка, точка, тле И здесь уже будет прописываться сам формат И конечно же new map То есть это новая карта Ну допустим мы его будем называть 001 То есть то что вы здесь пропишите То стандартно сначала будет указываться Как вы хотите сохранить Но лучше всего конечно же untitled Untitled map Ну по стандартному Как принято И FileName Ext FName Не равняется там FName То есть если он не найдет То у нас не будет никакая вылетать ошибка Он там Заново продолжит Операцию s у нас равняется 0 А s у нас это то что сохраняет То есть это вот сейчас будет сохранялка То есть Он просматривает Нет ли таких файлов Точнее Я ошибся с загрузкой И файл И файл xName Не равняется тле То Присходит вот такое действие То есть все сохраняется Короче переименование файла S равняется Пустоте Ну это у нас как говорил строковая Это стандартная То есть это так все вставляется F равняется Ну пустоте я конечно же имею ввиду Вот такие кавычки Закрывающие пустоту F равняется FileTextOpenWrite То есть начнем Мы в общем то на F Все сохранять У нас в текстовой файле FName Это как у нас обычно Это переменная Куда он все будет сейвить И дальше прописываем With Ну здесь я могу уже в принципе Удалить И здесь тоже могу удалить Сейчас 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 Удалить А где не могу Сломаю систему Вот И здесь у нас прописывается With И наши объекты Ну и понятное дело У меня здесь уже другие объекты Не то что в моем старом редакторе Здесь будет With ObjectWall То есть с объектом стена Мы сохраняем Это в И я так же Выпишу конечно же В комментарии Вот этот вот код Который вы измените Под себя L Это будет строка Ну я называю 001 То есть теперь у нас Будет записываться Под 001 Ставим вот такой Разделительный значок Ну в принципе Его лучше всегда указывать При счете он будет учитываться И вот так вот Как у меня здесь написано Прописывайте Но нам нужно только Координаты X и Y Поэтому все остальное Мы можем смело В принципе удалять Сюда вставляем Но только вместо ObjectWall Мы здесь прописываем ObjectPlayer Понятное дело И сохраняем Уже как 002 Ну все Теперь у нас все здесь Сохраняется в FS И закрываем Файл F Все У нас все работает Все правильно Теперь сделаем Загрузочный код С загрузочным кодом Чуть-чуть по-другому Дело в том Что здесь уже Такая немножечко Другая система Назовем ее Так же LoadL И высвечиваем Сообщение If you И там Show question If you really want to destroy this map То есть Ну Current map То есть Вы хотите точно удалить Свою карту Когда вы нажимаете На клавишу загрузки Там будет высвечиваться Такое Ну то есть Ваша предыдущая Карта будет стираться И будет загружаться В уровень Ну вот там Отвечайте Yes Если yes То все нормально У нас происходит Не забудьте Про восклицательный знак Это важно А если все у нас нормально происходит То у нас Ну то есть Мы нажимаем yes Мы соглашаемся с удалением Все удаляется И мы загружаем карту Если поставим конечно же no Наша карта Правда все равно слетит Если я не ошибаюсь Но вроде бы Здесь все должно работать нормально И удаляем Наши объекты Если все у нас нормально То есть Это object wall И object player Нафиг с карты Чтобы они нам не мешались Ну и здесь снова прописываем Тлея Наш формат Карт Который мы хотим сохранить Здесь оставляем пустое И все Больше нам ничего В принципе здесь изменять не надо И здесь снова Идет вот эта вот проверочка Аккуратненько все это Спешите с экрана И вам все должно быть видно Я даже немножечко подожду Может поставить на паузу И все это списать Хотя лучше все списывать Перед тем как я закрою это окошко Да все будет уже работать Ну и теперь Вот это я все удаляю И оставляю только 0 0.1 И 0.02 И допустим Это у нас Wall C И player C Сейчас я все Конечно же подробно Объясню Вот это все В принципе можете уже Переписывать себе в код Если вы делаете пока Точный клон Моего туториала Что изначально Лучше всего сделать S равняется String Replace all То есть мы теперь Заменяем определенную S Вот на 0.01 0.01 То то что при сейве У нас вот здесь Все вот эти координаты Которые сохранились Будут с этим 0.01 Он находит 0.01 Считывает информацию И выполняет Wall C Wall C у нас пока еще не создан Я сейчас все вам объясню И так же с плеером А теперь насчет Этих Wall C И Player C Снова я загружу Свой отдельный Файлик Вот это Line C Из моего предыдущей игры Со старой игры И я здесь пишу Wall C Здесь в принципе У нас только X и Y Поэтому мы можем Вот это все удалить Но я это все оставлю Потому что мало ли Вы что захотите Нет я это удалю В общем я объясняю Что здесь написано With При создании объекта То есть С созданным объектом Будет происходить Изменение 0.01 0 и 1 Это вот это вот 0 А это 1 То есть это Примерно X и Y Через string Которые сохранились А дальше Если у вас тут был еще третий То уже вот сюда Прописывайте То есть Виз мы все это оставляем И здесь прописываем Z равняется Уже третий Второй точнее Здесь аргумент Ну у нас только всего Два аргумента Поэтому нам не понадобится Виз У нас всего лишь двумерный Редактор карт Поэтому просто прописываем Вот такую вот системку И все у нас хорошо И работает Делаем просто Клон этого объекта Скрипт И я пишу здесь Уже player C И здесь object player Ну и теперь Если я все правильно сделал Проверим Я сделаю здесь клавиши Например На F1 У нас будет сохранить карту Сейчас мы все сделаем Сохранить карту То есть у нас будет выполняться Скрипт Save Play И скобочки закрываются А если мы конечно же Нажмем F2 Функционной клавишей То у нас будет уже Load Происходить В настроечках Сначала выбираем Что F1 Вот у нас клавиша Вызывающая Информационное меню И выберем эти F5 F6 Ну теперь снова проверяем Сделаю я допустим Допустим Будет у нас надпись LOL Ладно Будет LOL Потому что я ошибся А удаление я еще не сделал F1 И тут у нас высвечивается Как же мы хотим сохранить Ну я назову пожалуй Untided map Как я это делал в варианте Про что я говорил Нажимаю Сохранить Все Она сохранилась Ну и чтобы проверить Все у нас правильно работает Давайте О Я нашел способ Как удалять объект Сам не знаю Как я это сделал Ну ладно Блин Классно И теперь Нажимаем на F2 И у нас он пишет Вы точно хотите Удалить свою карту Я нажимаю Yes Мы загружаем карту И все нормально У нас загружается карта Вот Та Которую я использовал То что я редактировал И теперь можно Проверить Еще раз Там более сложно То есть в принципе Все Это все основные функции Вы можете загрузку Вот именно Код загрузки И загрузить Свою игру Чтобы загружалась Уже Под ваш Движок игры Допустим Из предыдущих Моих туториалов Которые я делал Вы можете сделать Редактор как Для самой первой Моей игрушки Мейс Лабиринта Попробуйте Я вот даю вам Задание Сделать Сделайте Молодцы Не сделайте Не молодцы Что я могу Еще сказать На основе Этого редактора Можно сделать Редактор как раз таки Нормальный редактор К той игрушке К любой вообще Игрушке Которую вы хотите Сделать Просто Главный Загрузочный код Использовать Вот Что в принципе Я хотел показать Подписывайтесь На канал ForGameFree На мой Собственный Игровой канал На котором Скоро будут Выходить Туториалы Возможно Либо на нем Либо на втором Моем канале По Ableton Live И Fruit Лип Studio Так что Все кто хотят Научиться писать музыку И основу битмейкинга Конечно заходите Ко мне на страничку Подписывайтесь Ждите Скоро все будет Ох Спасибо за просмотр С вами была команда ForGameFree Учитесь Гейммейкеру Искусство Программирования И все у вас Будет хорошо До свидания